Сегодня мы с вами поговорим о глобальном изъятии из обращения трехвалентной, трехкомпонентной оральной полимелитной вакцины. Почему это произошло? Всемирная ассамблея здравоохранения приняла глобальную инициативу ликвидации полимелита, в результате которой на 99% была снижена заболеваемость полимелитом и уже значительно уменьшилось количество эндомичных стран, в которых это заболевание широко распространено. То есть цифры 125 до 3. И уже в 2015 году осталось всего две страны, то есть Афганистан и Пакистан. И конечно же в результате вот этой глобальной инициативы, в которой участвовали все страны, члены ВОЗ, вот в реализации этой инициативы, конечно же произошли значительные сдвиги в снижении заболеваемости полимелитом. А полимелит это достаточно опасное заболевание, высоко контагиозное, вирусной природой, вызывается вирусами 1, 2 и 3 типа и характеризуется очень тяжелым течением в том случае, если происходит поражение головного и спинного мозга, то есть развиваются параличи. То есть течение этого заболевания от легких бессимптомных форм вообще до вот таких тяжелых паралитических форм. И что интересно у этого заболевания, соотношение клинических выраженных форм к бессимптомным. Одна клиническая форма на 100-1000 бессимптомных форм. То есть основную роль в распространении полимелита, мы будем говорить не только о Российской Федерации, в целом о земном шаре, играют вот эти люди-носители. От момента заражения вирус уже выделяется через 36 часов слизистыми выделениями верхних дыхательных путей, и эта длительность выделения еще неделю продолжается. А уже из фекалий через 72 часа и длится 3-6 недель. То есть период заразительности человека, который болен, или человека, который является бактериовыделителем, вирусовыделителем, очень длинный период. Но кто источник инфекции? Только человек. Только человек болеет этим заболеванием, больной или вирусоноситель. Ну и как можно заразиться? Это фекально-оральный механизм передач, то есть вода, руки, пищевые продукты и контакт на бытовую. Руки, загрязненные предметы. Но я уже сказала, что вирус выделяется в первые часы, слизистые выделения верхних дыхательных путей, то есть носоглотки. Именно носоглотки. И вот этот механизм передачи аэрозольный, то есть воздушно-капельный, воздушно-пылевой путь не исключается. А ведь в такой, когда путь реализуется, огромное количество людей может заразиться в закрытом коллективе. И вот в результате вот этой глобальной инициативы ликвидации полиомиелита были достигнуты огромные успехи. И уже в 2014 году 80% жителей земного шара проживали на территориях, свободных от полиомиелита. То есть в 1994 году американский регион был признан как территория, свободная от полиомиелита. 2000 год это свободный от полиомиелита Азиация, Тихоокеанский регион. 2002 год Европа. И 2014, последний год, это вот юго-восточный регион Азии. Это огромное там достаточно количество стран, которые были свободны от полиомиелита. И Всемирная ассамблея здравоохранения дала поручение генеральному директору ВОЗ разработать стратегический план, на основании которого окончательно будет ликвидирован полиомиелит на земном шаре. И вот этот стратегический план был принят в 2013 году, до 2018 года разработан. Об этом плане мы как раз сегодня на совещании в том числе будем говорить. И вот этот план имеет четыре цели. Первая цель это прерывание передачи вируса полиомиелита. И первая цель была в течение 2014 года до 2015 года прекратить, приостановить вообще передачу дикого полиовируса, дикого, циркулирующего в природе. Вторая цель это совершенство иммунопрофилактики и изъятие из обращения оральной полиомиелитной вакцины. То есть 15-й год это прерывание циркуляции дикого полиовируса. 16-й год вот это наш год, когда активно все страны используют инактивированную полиомиелитную вакцину и изымает из обращения трехкомпонентную полиомиелитную вакцину. Следующий год, 18-й, это увеличение территории, которые будут свободны от полиомиелита территории. И уже 19-й, 20-й год полное изъятие оральной полиомиелитной вакцины. Это вот такая вторая цель. Третья цель, к которой мы еще не подошли, это сдерживание циркуляции. Вот уже после того, как мы ликвидировали, допустим, полиомиелит, сдерживание циркуляции и увеличение территорий, свободных от полиомиелита. И четвертый у нас путь, это вот планирование наследия, то есть результата вот всей этой работы, деятельности стран по недопущению возрождения циркуляции. Это эпиднадзор, это использование только инактивированных вакцин полиомиелитных, это использование опыта многих стран по действительному обеспечению безопасности населения и ликвидации полиомиелита. И ликвидация полиомиелита, это, как считает Всемирная ассамблея здравоохранения, это глобальное благо, когда на земном шаре ни один ребенок не будет болеть полиомиелитом и не будет зарегистрировано ни одного паралитического случая. Почему? Вот сейчас у нас в конференц-зале будет проведено семинарское занятие, на котором мы будем обучать созданные в каждом лечебном учреждении комитеты, которые будут заниматься изъятием из обращения трехкомпонентной вакцины и переход на бивалентную вакцину. Из обращений будет изыматься трехкомпонентная вакцина только потому, что там наиболее неблагополучное воздействие на прививаемых оказывал второй штамм вируса полиомиелита. То есть мы будем в дальнейшем до 2020 года прививаться двухкомпонентной вакцины, которая будет содержать первый и третий типы полиовируса. Почему исключается второй тип полиовируса? Потому что это в результате многолетних наблюдений вообще использования полиомиелитной вакцины во всех странах, членов Всемирной организации здравоохранения, потому что ко второму полиовирусу хуже всего вырабатывается иммунитет. То есть антитела, как правило, самые низкие или нулевые. И второй полиовирус препятствует, мешает активному высокому уровню выработки антител к первому и третьему типу. Второй тип полиовируса в 30% вызывает вакцины, ассоциированные полиомиелитной. То есть после проведенной прививки развивается полиомиелит. И он же способствует циркуляции в 90% случаев вакцинородного штамма полиовируса. Поэтому вот это мероприятие, почему оно называется глобальное мероприятие, одномоментно у нас назван день национального перехода. Это 26 апреля, когда все страны, участницы, члены Всемирной организации здравоохранения, это 156 стран, которые используют в своей практике оральную полиомиелитную вакцину, а есть страны, которые уже давно работают инактивированные. Эти страны в этот день изымают из обращения вот эту трехкомпонентную полиомиелитную вакцину. И с 27 апреля мы уже не имеем права ей пользоваться. Только двухкомпонентные вакцины и инактивированные полиомиелитные вакцины. Почему в один день во всех странах? Чтобы категорически исключить на каком-то здравпункте еще где-то остатки вакцины, вскрытой или закрытого флакона. А это угроза, опять же, циркуляции вируса в окружающей среде, потому что вирус полиомиелитная вакцина – это живая вакцина, там ослаблены вирусы. И вирус длительно сохраняет свою жизнедеятельность. То есть, если изымается второй компонент, в том числе из-за второй компонента изымается вакцина, значит, он должен быть изъят одновременно на всех территориях. Только тогда вот эта процедура изъятия будет считаться качественной. Редактор субтитров А.Семкин